Салют, друзья! Устраивайтесь поудобнее в экранах ваших гаджетов. С вами Эдуард Эдуардович. И сегодня мы сделаем большое, большое-большое занятие по вязи. Славянская вязь – нелимитированный источник для творчества. Но сегодня я покажу вам, как сделать первые шаги в этой вроде бы замысловатой и, на первый взгляд, непонятной письменности. Вы не просто сможете сами сделать свои первые какие-то каллиграфические этюды, но можете даже применить полученные знания в ваших опыте над детьми и показать им, как устроена славянская вязь. Прежде всего, что вам потребуется? Значит, хорошо бы нам с вами начать с обычных листков в клеточку. Вот лист в клеточку поможет нам понять тот ритм, который выстраивается в вязи. Если у вас есть обычный карандаш и лист в клеточку, вы уже готовы к этому занятию. Потому что, в принципе, для того, чтобы начать строить какие-то первые схемы связью, вас вполне устроит даже карандаш. Если у вас есть ручка, уже тоже хорошо. Важно, чтобы вы видели, как она выстраивает скелет буковки на листике в клеточку. Значит, все, этот инструмент тоже принимается в работу. Кстати, отличный вариант, если у вас есть мягкий, очень мягкий карандаш. И вот, в моем случае, красный. И это очень близко к вязи. Потому что вязь – это такая праздничная надпись. Очень красивая. И она, как правило, писалась красными чернилами. Мы с вами начнем с простых форм, с простых скелетиков. Вообще-то, вязь писалась гусиным пером. У меня нет гусиного пера с собой. И я давно не встречал гусей, чтобы попросить перо. Но у меня есть вот такое вот перо. Плоское перо. Это спитбол. Оно наиболее, наверное, похоже на... Оно наиболее способно имитировать гусиное перо. Вот, посмотрите, видите? У меня, может быть, нету таких красивых чернил сейчас. Это перышко нам будет важно в дальнейшем, конечно. Для чего? Чтобы понимать, как строилась буковка. Потому что строение буковки и ее рисунок, ее линий, он был зависим от подворота пера, от его направления движения. И в этом смысле наиболее аутентичный инструмент, вот, конечно, такое плоское перышко. Кстати, его можно попробовать заменить, если у вас совершенно случайно есть ручка с плоским, вот с таким вот плоским кончиком. Чернильная ручка с таким, с плоским пером. Значит, такие ручки продаются фабричные, но ее можно сделать самому, если у вас достанет смелости купить несколько чернильных дешевых ручек и, значит, сточить у них кончик. У меня есть на канале видео, как это сделать. Значит, набиваете там, как сделать плоское перо, и у меня найдете это видео. Значит, чем оно хорошо? Это хорошо, потому что это фактически тоже плоское перо, которым и писалась связь, и рисовалась связь. Надо мне, конечно, поправиться, что рисовалась, наверное, все-таки. Но, посмотрите, оно также позволяет нам выполнять какие-то фигурные элементы уже. Но, я напомню, мы начнем с вами с простых скелетиков. Вот с таких вот очень упрощенных скелетиков. И, как видите, этот инструмент прекрасно тоже с этим справляется. Очень все видно, очень четкие линии. С таким инструментом вам тоже будет легко работать. Теперь, кисть. Если у вас есть небольшая кисть, ну, пони, белка, второй, третий, четвертый номер, то вы можете работать кистью и обычной акварелью. Ну, вот у меня нету сейчас с собой такой кисти. Ну, вот есть такой инструмент, такая синтетическая кисть наполняемая. Я ее покажу, что кисть тоже вполне вам подойдет. Но лучше у меня здесь остренький кончик кисти. Лучше такую округлую кисть взять. Но все же, смотрите. Значит, раз. И здесь вы уже ступили на путь того средневекового художника, который рисовал вязь в каких-то трудах. Потому что вязь – это шрифт, это начертание, это письмо. Оно в значительной степени рисованное. В этом смысле вязь сложно назвать каллиграфией, потому что мы буквы не пишем. Мы их рисуем. И каждую буковку, хоть у нас и есть заданные какие-то каноны ее построения, мы ее рисуем индивидуально. И чем больше мы фантазируем и экспериментируем, тем больше вы поймете, что очень здесь много индивидуальности у каждого знака. Значит, и давайте продолжим. Значит, естественно, что здесь вы можете нажимом регулировать толщину линии и отрисовывать буковки для каких-то уже художественных вполне себе. Значит, ну а я еще раз повторюсь, это следующий этап. Мы начнем с простых упражнений, которые помогут вам конструировать вязь. Это очень важно. Мне кажется, это даже одна из самых любопытных, самых интересных задач вязи – это конструирование ее. Значит, еще один инструмент, который очень удобный, если он у вас есть под руками – это фломастер. Есть фломастеры с мягкими еще кисточкообразными, я бы назвал их кончиками. Вот такие фломастеры тоже очень удобно использовать. И он… Да, в принципе, любой фломастер, который у вас есть, для наших сегодняшних занятий тоже подойдет. Посмотрите, вот я буду такой скелетик отрисую. Прекрасно все работает, мягкий инструмент. И когда мне потребуется уже, значит, делать какие-то изыски с этими знаками, когда у меня уже будет сконструирован какой-то шаблон моей надписи, то он тоже позволяет, видите, делать различные нажимы и отрисовывать буковку детально. Поэтому тоже такой инструмент пригоден для наших занятий сегодняшних. И, в принципе, я, может быть, им даже и буду пользоваться. А, еще. Еще прям рекламная пауза практически. Но если у кого-то есть параллел-пен, это заправляемая ручка для каллиграфии, которой тоже можно пользоваться в работе. Он фактически поможет нам уже рисовать вязь, так как ее рисовали средневековые художники и каллиграфы. Ну что, значит, я возьму себе в работу, наверное, такие инструменты. Смотрите, карандаш возьму мягкий, возьму вот такой фломастер и возьму в дальнейшем параллел-пенок, над которыми будет удобно показывать вам строение букв. Все, садитесь за работу, мы начинаем писать маленькие скелетики букв, которые помогут нам дальше в конструировании, в фантазировании. И на основе их мы разберем нашу вязь. Я обещал, что буду писать простым карандашом. Вот его и использую, потому что то, что я сейчас буду делать, это шаблон. Можно назвать это скелетиком букв. Это такое упрощенное, схематичное изображение этих букв, на основе которого можно будет в дальнейшем изобретать различные начертания, написания. И, в общем, эти буквы будут вполне себе в стилистике русской вязи, славянской вязи. Ну, в нашем случае, конечно, русской, потому что мы будем пользоваться русским алфавитом. Я делаю очень-очень упрощенные начертания. И этим начертанием пользуются как раз для того, чтобы сделать первые шаги. Если у вас фломастер, то тоже хорошо. Может показаться, что это очень примитивное начертание, и что оно выглядит смешно и по-детски. Но когда вы начнете им пользоваться, вы увидите, насколько оно поможет вам в конструировании надписи. Исторически, конечно, буквы немножечко по-другому делаются, но я вам предлагаю старт. Старт, с которого вы двинетесь в освоение этого стиля письма. Так, так, что фе, хе. Я, видите, поменял перышко, взял самодельную ручку с плоским пером, чернильную. В некотором смысле можно сказать, что она имитирует гусиное перо, потому что гусиное перо примерно у него как раз такой же срез. Очень-очень приятно, очень хорошо писать этим пером. Я пишу сейчас такие адаптированные под наш современный язык и наш современный алфавит буквы, но я пишу сейчас по-современно-русски. Новое слово придумано. По-современно-русски. Для того, чтобы вы могли сейчас, не штудируя учебник церковно-славянского языка, приступить к работе с теми буквами, которые я вам сейчас и предложил. Все, вот уже у вас есть первый шаблон для вашей дальнейшей работы. Может ли простой смертный повторить вот такую простую схему? И сейчас мы, используя ту схему, которую я вам показал, те скелетики, вот тот конструктор, мы будем с помощью их проектировать различные сочленения букв. Прежде всего, первое, как буковки между собой начинают дружить. Значит, сейчас я сделаю три группы букв, которые друг с другом дружат через свои мачты. А. Б я помещаю в третью группу. Вы сейчас догадаетесь, почему. В эту же группу пойдет у нас. Г, А, Б, В, Г. Смотрите, все прям, все сюда. И. Буква И пойдет у нас вот в эту группу, во вторую, в центральную. На той стороне экрана в ваших гаджетах самые прозорливые уже догадались, что мы будем соединять буквы через мачты, через вот эти вот мачты. И поэтому у меня буквы поместились в три разные группы. Значит, мне кажется, теперь все понятно. Наши буквы будут дружить вот этими боками. Уже мы первый конструктор свой имеем в руках. Попробуем из этих элементов сейчас сделать слова. Слова сделать уже в стиле вязь. Смотрите, L и K. Слово «лик». Каким образом оно может быть написано? Вот таким вот образом. Очень просто у нас получается слово «лик», уже связанное вязью. Давайте сюда же из этих же слов «ямб». Я не буду объяснять, что такое «ямб». В общем, кто не знает, что такое «ямб», погуглите или погуглите. Значит, «я», «м» и «б». «Ямб». Давайте еще вариант. Давайте попробуем написать слово «чирий». «Чирий». Смотрите. То есть мы на эту мачту посадили «че», к этой же мачте прислонили «и», к этой же мачте «р», «чир». Теперь мы сделаем вот так. Смотрите. И здесь сделаем привычный для нас кратко и краткое. «Чир» и «Е». Следующий этап. Смотрите, я попросил Дашу копировать то, что у меня, да? У меня, значит, пропорция букв другая. Ты обратила внимание? Да, я заметила уже в процессе. В процессе. А я просил копировать. То есть фактически ты не выполнила мою просьбу, но это здорово, потому что ты показала то, о чем я хотел рассказывать сразу. Дело в том, что пропорции букв в вязи могут быть разные. Одно их объединяет, как правило, это значительное преобладание высоты над шириной буквы. Но вот ту пропорцию, которую вы выберете себе, она может быть очень разной. И вот эта вот пропорция буквы – это ваш, это тот простор для творчества, который вам дает вязь. Так, мы возвращаемся к проектированию. И сейчас мы рассмотрим еще ряд букв, которые дают нам простор для проектирования. Самые прозорливые на той стороне экранов ваших гаджетов уже догадались, что объединяет эти буковки. В этих буковках есть простор для продолжения мачты. Когда мы добавляем ее палочку вот сюда, получаем буковку И. Таким образом, заполняя вот эти пространства и играя высотами мачт, можем связывать, вязать другие слова. Придумал одно слово, на котором я вам покажу, как это работает. Гирько. Рисуем Г. Понимаем, что у нас здесь есть простор для творчества. Рисуем сюда укороченную мачту к буковке И. Рисуем мачту буковки Р. Значит, все, это уже перекладинка буквы И. Есть Р. Теперь в этом же лиду появилась мачта мягкого знака. Гирь. Здесь мачта буковки К. Раз. Вот эту мачту продляем до конца строки. Гирьк А. Но тут мы будем хулиганить. Хулиганить в вязи не только не запрещается, хулиганить в вязи поощряется. Поэтому самые хулиганские изобретения, которые вы придумаете, пойдут вам в зачет. Значит, ну это будет не хулиганское изобретение, оно вполне себе типичное для вязи. Ну вот я вот так изображу буковку А. Смотрите, как у меня заполнено пространство. У меня все линии в этом ритме заполнены. У меня вот получилось такое связанное слово гирька. А вы попробуйте сделать слово льготы, опираясь льготы, опираясь вот на эти мои почеркушки. А я возвращаюсь к зрителям с третьим рядом букв. Они нам позволят другую хитрость применить. Вас может смутить некая небрежность, с которой я пишу. Но именно тем и хорошо вот это вот упрощенное примитивное начертание, что оно позволяет нам конструировать, как конструктор лего быстро собирать знаки в различные надписи. А уже потом, спроектировав надпись, уже отрисовывать ее. Опять же, простор для творчества. Смотрите, здесь есть промежутки незаполненные. Как вариант? Смотрите, буква В. Здесь много воздуха. В данном случае вы хозяин-барин для того, чтобы распорядиться вот этим воздухом. Создать его или наоборот убрать. В зависимости от той композиции, которая у вас складывается. Давайте попробую сейчас проиллюстрировать, как играть с этим воздухом. БВЖ, ВБМЖ. В общем, напрашивается какое-то начертание. Воля Божья. Я ни в коем случае не пропагандирую РПЦ или какие-либо другие. Просто так складывается очень хорошее выражение, которое поможет нам сейчас показать, как эти буковки будут дружить друг с другом. Смотрите, видите, я здесь оставил воздух. И буковка Л мне тоже даст здесь больше воздуха, чем у меня был в типичном ее начертании. И сюда вставляю буковку О. Вол. Воля. Я специально сделал низкую вот эту вот часть у буквы Б. Опять же, чтобы оставить здесь воздухо. Так, я надеюсь, это понятно, что это буква Ж. А это вот буква Б. Если кто-то сейчас задумался, что так было можно. Да, так можно. Мы оставляем тоже тогда вот это вот место низенько, вот сюда опустим. А сюда сделаем мягкий знак. Воля Божья. Я думаю, что вы поняли, как можно распоряжаться вот этим воздухом между буквами. Если нам он не нужен, этот воздух, то, конечно, мы тогда делаем буковку Я плотненькую вот такую. Все, плотную и цельную. Даша, давайте какой-то посмотрим. Первая, это вторая версия. Первая не удалась. Мягкий знак. Значит, я раскрываю большой секрет великих каллиграфов. Все великие каллиграфы и даже каллиграфы, прежде чем сделать окончательный вариант и выставить его на продажу, делают сотни, сотни эскизов и экспериментов с этими буквами. Поэтому, Даша, вы сделали только первый эксперимент, и через сто экспериментов, естественно, вы будете говорить, я великий каллиграф. Или каллиграф, как вам удобнее, да? Но я бы вот здесь сделал вот такую, а? Ну, из той нашей схемы. И, видите, был бы ритм, он бы не избился здесь, этот ритм, было бы цельнее. Это, на мой взгляд, ну, никто не мешает вам сказать. Я художник, я так вижу. Все. Напишите слово «южный». Южный. Вот ты играя вот этими воздухами. Так, ну, а мы возвращаемся к нашим зрителям. И еще один вариант, как в Вязи можно хулиганить. Ой, экспериментировать. Экспериментировать, конечно. И сейчас я проиллюстрирую, как в этом направлении можно еще хулиганить. А хулиганить можно еще в высоту. Потому что буквы в Вязи читаются с лево направо, это нам привычно, и сверху вниз. Таким образом, мы можем располагать буквы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. С лево верхнего угла и в сторону правого нижнего угла. Как иллюстрацию этого тезиса предлагаю вам слово «шпилька». Вот смотрите, это у нас уже получилась буква «Ш». Это у нас к ней на эту же, значит, мачту нависла буква «П». Здесь прилепилась сюда же буква «И». Ш, П, И. «Шпилька». Это достаточно примитивный взгляд, очень упрощенный на то, как можно конструировать, проектировать Вязь. Я покажу вам сейчас, как пишется алфавит в такой Вязи, но уже плоским пером с подкручиванием пера. Я возьму параллел пен, но для того, просто, чтобы не тратить время на макание пера в чернильницу, и чтобы вам показать, как можно уже писать Вязь. И. Субтитры подогнал «Симон» Ну а в завершение нашей сегодняшней встречи давайте из этого алфавита попробуем сделать что-то более изящное. Сегодня 4 ноября и вся прогрессивная общественность планеты и примкнувшие к ним инопланетяне отмечают День народного единства. Вот и давайте попробуем сделать из этих букв что-то единое. День народного единства А на этом все кино. С вами был Эдуард Эдуардович. Будьте здоровы, пишите красиво и до новых встреч на канале Альфа Бэтмен. Субтитры подогнал «Симон»!